В научно-производственном предприятии имени Лавочкина прошла конференция «Космические средства решения проблемы астероидно-кометной опасности». О том, какая опасность из космоса может ожидать нашу планету, рассказал доктор физико-математических наук Борис Шустав. Проблема есть и будет всегда, вот этой самой бомбардировки. Надо к ней относиться как серьезно, как к научным проблемам, без всяких преувеличений, но и без недооценки. Теперь мы уже не можем. Мы уже проснулись, и в этом плане появились данные за последние 20 лет, которые не позволяют уже пользоваться по своей цели, знаешь, крепче спишь. Сегодня на Землю ежедневно падают обломки космического мусора. Однако их падение контролируемо. Большинство таких обломков сгорают в атмосфере. Падение особо крупных контролируется специальными наземными службами. Так, например, в 2001 году в Тихом океане была затоплена станция «Мир». Однако столкновение Земли с объектами извне предугадать непросто. Каждый день на нашу планету падают небольшие метеориты. Такое явление мы ошибочно называем звездопадом. Один, достаточно крупный по сравнению с остальными, его диаметр составлял 10 метров, упал на Землю в феврале 2013 года. Тогда Челябинский метеорит взорвался в небе на достаточной высоте. Жители отделались выбитыми в окнах стеклами и в буквальном смысле легким испугом. Однако что делать, если к Земле приблизится большой астероид? В культовом фильме «Армагеддон» Майкла Бея герои отправились на астероид, неизбежно приближающийся к Земле. На его поверхности они прорубили скважину, куда поместили бомбу. Его взрыв расколол небесное тело на две половины, которые благополучно миновали Землю. Для современных реалий такое решение фантастика, а вот угрозы столкновений с астероидом нет. Ученые по всему миру доказывают, что случаи, когда падение астероида убивало на Земле все живое, имели место быть. Сегодня существуют теории о том, что угрозу из космоса можно устранить, сместив траекторию астероида взрывом направленной боеголовки или же вовсе его разрушить. Пока земляне могут выдохнуть в ближайшем будущем нашей планете, незваные космические гости не угрожают. Кроме того, появление в современном мире ядерного оружия, ракетно-космических систем и уникальных компьютерных сетей в теории должны помочь нам обеспечить полную противоастероидную защиту Земли. Павел Рыбальченко, Сергей Гвоздев, Служба новостей. Продолжение следует... Продолжение следует...